Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», третий том, вопрос 1131. «Как быть с проклятиями, наложенными попеременно то на Троеперстия, Стоглавый собор, то на Двуеперстия, Никон? А как с этим разобраться?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Никакой нужды нет разбираться тем, что меня не касается. О том, что нужно поколевать кого-то, Христос не учил и даже, напротив, запрещал». Матфея 5,44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Лука 6,28. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Иакова 3,9-10. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьим. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Риблиан 12,14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Псалом 108,28. «Они проклинают, а ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены, раб же твой да возрадуется». Захария 8,13. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Книга Тавит, 13,12. «Прокляты все ненавидящие тебя, благословены будут вовек все любящие тебя». Как вы себе представляете эти проклятия? Если человек сказал на кого-то «Будь проклят», и что у него сдохнет корова или голова облезет? Причь 26,2. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». По мысли проклинающих их слова сразу же фиксируются на небе, и эти проклинатели настолько угодны Богу, что Бог никак не может отказать им в их умильной просьбе. Но вот они умерли, проходит столетие, и по их мысли небо так и будет не расположено к потомкам, к тех, кого они прокляли. Мало того, последовательские проклинатели еще и гордятся этим. Вы же под анафемой, и анафему никто не снимал, в кавычках. Но проходит время, и решение синода эти ковлятвы на старые обряды аннулируется. «Якое небывшее». Что же в этом? На небе так и не могли решить без помощи зимних дедушек, когда поснимать все эти клятвы? Без решений в 1971-м у мастовского патриархата Аур-ПЦЗ в 1974-м году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!